Как научиться адекватно оценивать себя? Он говорит, что самое важное – это в себя верить, независимо от того, что происходит вокруг. То, что происходит вокруг – это отражение того, как ты действуешь и как воспринимают тебя люди, обладающие тем или иным потенциалом. Не всегда реакция окружающих является четким показателем того, что ты есть. Поскольку все те, кто находятся вокруг тебя, также обладают потенциалом, и этот потенциал далеко не идеален. Нам важно понять, что ты, как и любой человек, – это личная сущность, обладающая потенциалом для божественной реализации. И в себе нужно чувствовать личную силу, нужно иметь веру в себя как божественное создание, то есть создание, имеющее возможность реализовать свою божественную природу, причем прямым способом, а не какими-то косвенными. Третье – нужно не забывать, что ты являешься потомкой великой расы, где эти возможности уже были неоднократно реализованы. Если когда-то это было реализовано твоими предками, предположим, сотни тысяч, миллионы лет назад, то эти же возможности есть у тебя. То есть генетически в тебе есть возможность реализации всей божественной природы. Божественность – это тогда, когда человек становится независимым от окружающей среды и сам формирует пространство, а не является сильно зависимым от пространства извне. Тем основным божеством сущности тонкого плана отличаются от сущностей более низкого уровня развития. Твоя сейчас одна из самых важных задач – научиться верить в себя, независимо от того, что происходит вовне. И эту веру в себя нужно подпитывать всеми возможными способами. Если кто-то из твоих предков смог стать божеством, то и ты тоже можешь это стать. Это понимание должно в тебе оставаться каждый раз тогда, когда ты сомневаешься. Как только ты теряешь уверенно силу в тебя, ты должна вспомнить про твоих предков, которые стали божествами. И это показано для того, что ты тоже можешь этим божеством стать, себя поднять до этого уровня, что ты обладаешь той же самой природой и ты чуть не хуже, чем что-то, что существует вокруг тебя. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...